всем привет это Ольга Швейц добро пожаловать на мой канал сегодня будет непонятный формат я сама не понимаю какой вот такое приобретение можете меня с ним поздравить это аромат из линейки number one моя любимая линейка ну это новое направление которое называется скуп как я правильно понимаю их не понимают вы исправьте меня значит что примечательного аромате я переслушала очень много ароматов сегодня и я просто не знаю у меня уже нос сошел с ума я уже просто разрывалась я хотела попробовать ароматы эйвом в носке там есть черная коробка я ставлю фото называется фам или фэм и перис чик парижский шик они очень похожи в базе практически знак равно но ведут себя по-разному ведут себя так как и положено вести парфюмом а что касается вот этого товарища и что в нем примечательным он очень похож на черную орхидею дома форда пожалуй меньше смолы в нем будет потому что там угадывается смола настоящей версии вот в этом смолы пожалуй как бы либо меньше либо ее почти нет а в целом все остальное очень похоже то есть когда я тестировала второй раз черную орхидею вот было немножко такое состояние удушья даже вот этот аромат он не дал вот это легкое состояние придушенности такой слегка то есть он похож очень сильно по композиции обратите внимание на флакон он черный и он действительно напоминает армейскую фляжку потому что я тут недавно смотрела много отзывов о шанель номер пять я сама готовлю видео о шанель номер пять и там как раз все время говорится вот уникальный флакон значит он напоминает армейскую фляжку я перерыва все сайты я посмотрела как фляжки выглядели в начале прошлого века вот этот флакон он действительно похож на фляжку вот поэтому не путайте божий дар с яичницей что еще интересного я получил наконец-то крема из малайзии и почему собственно это все снимаю потому что я хочу показать просто в каком виде это все пришло заказывала на buying coins ценничек скажу я вам не хилый был такой ценничек то есть где там в районе тысячи каждый крем сейчас я вас с ним познакомлю такой пленочки они были завернутыми как обычно вот так выглядит пакет вот так выглядят пришедшие крема выглядят они я бы сказала что очень плохо вот заказала я их ушли они ровно месяц то есть ровно 30 дней что примечательно в этих кремах они идут вот с такой улиткой покажу вот здесь такая маленькая улиточка нарисована и вот значит один из них просто идет как антивозрастной очень коробки мяты углы вот такие упаковочки выглядят мягко говоря под потрепанными жизнью и настолько как бы замученными что у меня сразу возникло такое подозрение что не просрочка ли это там я как бы там сразу бросилась проверять ну все оказалось хорошо он даже вот просто вот эти вот места склейки все это выглядит достаточно печально печально ну вот распечатываем первый крем смотреть как выглядит коробка коробка выглядит очень мятой если бы вы это планировали подарить вот сроки годности чем по срокам все хорошо малайзийские иероглифы я к сожалению не читаю сейчас будем пытаться открыть открываем внутри вот коробочка и вот такой вот кремик ну сама упаковка конечно вот она уже намекает на то что все хорошо так она выглядит коробочка смотрится уже по-люксовому чего не скажешь о вот такая заглушка сейчас мы будем смотреть консистенцию крема так да это он муцин улитки выглядит именно так в косметической индустрии и в косметической промышленности он такой вот желеобразный вот такой вот увлажняющий совершенно прозрачный если все в порядке значит сейчас эффект будет моментальный ну я не знаю нет все таки я брала крем который прям вот слизь вот эта улиточная натянулась прям вот такими соплями вот как улиток тянется слизь вот как бы и было то же самое здесь чувствуется выравнивание чувствуется такая вот бархатистость как бы коже придается но все таки это не совсем тот муцин улитки который я искала и вот такой вот крем для проблемной кожи кто умеет читать пожалуйста помогите но он был заявлен на сайте как антиакны вот и что он действует очень много часов показали ну это были все мои покупки и приобретения на самом деле не все на самом деле у меня их намного больше но это самые такие интересные в общем если будете заказывать с байнкоинса а вот относительно этого парфюма я вернусь к теме все таки я переслушав очень много чего я все таки доверилась вот этому бренду это перри слайм потому что этот бренд меня никогда не подводил учитывая бюджетную стоимость парфюм 100 миллилитров меньше 300 рублей стоит но со стойкостью с красотой композиции у этого бренда всегда все в порядке вот а если не видно разницы то зачем платить больше парфюм больше мужской но мы уже говорили и обсуждали что парфюмерия она вне пола вне возраста и вот эти привязки это для молодых энергичных это для старых и тормозных вот а в будущем вас ждет обзор на шанель номер пять очень долго к этому готовилась и я надеюсь что не разочарую вас ставьте лайки подписывайтесь на мой канал давайте дружить и общаться это Ольга Кушев